Всем привет! Итак, топ ножей и многопредметников этого года. Что я могу, в принципе, рекомендовать к покупке. Какие-то другие ножи, которые сюда не вошли, но которые у меня есть в хозяйстве, я тоже могу рекомендовать к покупке. Но вот эти, эти прям вот, могу сказать, зашибись. Ну а другие, смотрите обзоры. Там всё есть в обзорах, всё рассказываю. Если устраивает, то берите, и нравится внешний вид. Но вот здесь у нас самый-самый топ. Не могу сказать, что что-то на последнем месте, что-то на первом. Ну, будем вот справа налево начинать. Вот это вот маленький швейцарский многопредметный ножичек. Называется он Victorinox Midnight Manager. Тут есть фонарик. Он у меня на ключах. Весь этот год болтался. И, в принципе, я пользовался здесь и ножничками. Я пользовался здесь и такой вот ногтечисткой, ногтечточкой. Пользовался и крестовой отверткой доводилось пользоваться. Тут и открывашка для бутылки маленьким клинком. Плюс вот есть ручка. Приходилось тоже что-то ей там расписывать, что-то записывать. Вот такой вот многопредметник. Из минусов могу отметить его хрупкость. То есть он непрочный. Уже у меня там одна пружинка сломалась. Тут маленькие все такие инструментики. Их сломать очень легко. То есть вот этого сломать, ну, невероятно легко. Тут всё мелкое. В остальном минусов просто нету. Есть здесь всё. Может быть, не хватает кому-то маленького пинцетика. Они бывают на швейцарских ножах. То есть, как, например, вот на этом. Здесь есть маленький пинцетик в накладках. На мелких таких тоже бывают вот такие вот пинцетики. Но здесь его нету. Виктория Нокс Миднайт Менеджер входит в мой топ складней в этом году. И, наверное, в следующем войдёт. Я бы, в принципе, купил один про запас. Просто, да, я бы мог так сделать. Но, наверное, подожду, пока он окончательно сломается. Вот пока что сломалась только одна пружинка. Но, думаю, всё остальное тоже когда-нибудь доломается. Следующая из швейцарцев это Виктория Нокс Форестер с клипсой. Сам поставил эту клипсу. Так, без неё тоже, в принципе, годный нож. Но он падал всегда на дно кармана. Было не так удобно. Или надо носить в чехле. Здесь есть клипсы, штопор, всякие штучки в накладках. Такой вот клиночек, который, в принципе, нормально режет с замком. Единственный его минус это болтанка. То есть, тут серьёзная болтанка клинка. В остальном каких-то проблем здесь я не вижу. Здесь есть пила. То есть, это больше такой для леса. Ножечек. То есть, я его не таскаю в городе. Потому что пила, в принципе, не нужна. Но вот в лес пойти, такой вот нож иметь. Отличный вариант с небольшой пилой. То есть, что-то можно и клинком, там, колышек заострить. И пилой отрезать какие-то маленькие дрова для печки щепочницы. Допустим. Мне кажется, удобная модель. Достаточно удачная. Кому-то не хватает ножниц, естественно. Может быть, кому-то не хватает напильника. Но тут уж приходится выбирать. Либо он будет более пухлый, с большим количеством рядов. Либо вообще есть с одним клинком такие вот ножи. Например, Victorinox Sentinel. Там только один клинок с клипсой. И всё. Такие тоже неплохие вполне. Также в этот топ я решил добавить мультитул. Это Leatherman Wave. Мультитул. Ну, мне показалось, так будет правильным. Leatherman Wave для меня интереснее, чем Charge TTI. Тем, что здесь он тоньше. Он реально тоньше. Допустим, Charge TTI им удобнее строгать. Потому что там округлые такие толстые накладки. Здесь такого нет. Здесь строгать не так удобно. Зато он сам меньше места занимает. Конечно, это тоже не носится, допустим, мной каждый день. Потому что это больше так для строительных работ. Ну, вот я провёл с ним дохрена строительных работ в этом году. И вот Charge вытеснен. Leatherman Wave считаю более практичной моделью. И которая мне лучше подходит. Поэтому, если вы задумывались о выборе Charge или Wave. Ну, сейчас я говорю Wave. Именно с покрытием. Потому что Charge с покрытием я пока не видел. Но мне нравится, когда есть покрытие на инструменте. Минусы здесь. Мне кажется, их, наверное, нет. Дальше. У нас идут три ножа с одним клинком. Из этих трёх, самый лучший я выделяю. Кершу Блю. Но, как бы, в этом году я больше всего пользовался вот таким вот ножом. Это Steel Wheel Cut Jack. Не могу его прямо говорить, типа, берите, не пожалеете. Вот Кершу Блю берите, не пожалеете. Вообще нормальный нож. Но вот Steel Wheel Cut Jack, он так, на любителя. А я оказался любителем. Мне он понравился. Единственный его минус, Steel Wheel Cut Jack. То, что им очень неприятно строгать. Несмотря на то, что здесь рукоять. Такой же, около 12 миллиметров. Что и здесь, допустим. Что и, допустим, на Spider-Car Military. Но строгать им невероятно неудобно. Невероятно больно. Она ещё здесь сужается. В остальном, прекрасно по еде, по каким-то мелким задачам, всё окей. Замок тоже мне нравится. Всё нормально. А прочности этого замка Liner Lock вполне хватает. Поэтому мне нравится этот замок. Как вот это происходит. Как происходит закрытие, открытие вот таких вот замков Liner Lock. Поэтому у меня, как бы, в этом топе все ножи именно с этим замком. Ну, хорошо его сделали. Сбалансированный, лёгкий. Максимально облегчённая конструкция. Пластик на рукояти. Вот здесь вот, например, металл. И рукоять достаточно скользкая. Потому что тут такие вставки, да, блестючие. Тут рукоять, ну, чётенько сидит в руке. Плюс ещё ограничитель вот здесь вот такой хороший. То есть, уверенно себя с ним ощущаешь. Несмотря на то, что замок Liner Lock, это не слишком такой мега надёжный. В ножевом бою, так сказать, я бы такой не хотел бы применять. Но модель, я считаю, удачная. Steel Wheel Cut Jack, Spider Camilitary, Kershaw Blur. Вот эти вот три ножа. В принципе, это те складни, которыми я пользовался в основном. Пока у меня не было на тестах каких-то других ножей. Вот именно вот эти вот три модели. По Spider Camilitary стоит ещё сказать. Минусы модели. В принципе, их нету, кроме не очень хорошей стали S30V. Spider Camilitary с другими сталями показывает лучшие результаты. Смотрите тесты на канале Руслана Киясова. Он там тестирует мили со всеми сталями на канате. И выбирайте, на что бюджет ваш рассчитан и какой цвет рукояти нравится. Здесь у меня ещё рукоять чуть-чуть опилена. Мне кажется, так лучше. Меньше места нужно занимать в кармане. Потому что здесь рукоять излишне здоровая. На Spider Camilitary. Больше у этого ножа, в принципе, минусов нету. А, минусы ножа Кершу Блюра. Да, чтобы никто не мчался покупать. Он такой тяжёленький для своего размера. То есть, он небольшой. Но тяжёленький. То есть, тут рукоять вся из алюминия. Плюс вот эта вот версия с гладкими вставками. Она скользкая. Плюс ещё, в принципе, вот этот вот нож быстро теряет товарный вид. То есть, он уже так обшарпанный вот здесь вот. Вот эти штуки могут отклеиться. То есть, тут есть чему ломаться, допустим. В таком ноже меньше деталей. Ломаться нечему. Тут может ассист, допустим, сломаться пружиной, которая идёт в накладках. Без проблем. Здесь у меня, например, он ещё, хотя клинок так относительно по центру. Но если я вот так силой нажму, то он у меня царапает. Вот здесь вот по накладке. Тоже неприятно. Хотя вот я открываю, болтанки, ну, практически никакой нету. Ну, вот так вот. В принципе, наверное, и блюр бы я купил про запас. Да. Лезерман, допустим, я бы не стал вот такой покупать про запас. Я думаю, он дохрена прослужит и мега надёжная вещь. Ну, допустим, блюр бы я взял про запас. Или, допустим, вот это вот чудо маленькое. Ну, а остальные бы просто пользовался дальше. И, наверное, топ, топ. Топ всё-таки вот такой вот. Ну вот, и остальные тоже неплохи. Всё, чем хотел поделиться. Ссылочки и дополнительные информации в описании. Всё. Всем пока. Увидимся. Такие вот ножички, многопредметнички у меня в топе в этом году. Всем пока.